Да-да, именно на бутылке и трусах. А о том, как так получилось, спросите у западных журналистов. У них там толерантность, им виднее. В переводе с дипломатического языка это означает «оттарабаним дежурное заявление и на этом точка». Прямые сторонники США, кричащие о том, что Россия должна войти в НАТО, адепты либертарианства, выступающие за переход всего госаппарата и силовых структур в частные руки, лоббисты ЛГБТ, пляшущие в соборах лесбиянки, художники, прибивающие мошонку к кремлевской брусчатке и тому подобные персонажи. Так что долго держать столь полезного кадра за решеткой никто не будет. Навальный с женой записали видео с фразой «Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим», отсылая к эпизоду из известного фильма «Брат 2». Вот визгу-то будет. На фоне происходящего в рядах американских силовиков царит атмосфера паранойи. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Международная панорама» и я, Данил Богатырев. Возвращение Навального. На текущей неделе именно эта тема стала наиболее обсуждаемой в русскоязычном сегменте интернета. В воскресенье вечером, 17 января, российский оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Москву. Возвращение он анонсировал еще на прошлой неделе. Навальный вернулся из Берлина, где проходил лечение и реабилитацию в известной клинике Шарите после якобы отравления распиаренным британской пропагандой смертельным ядом новичок, от которого, как шутят в сети, еще никто не умирал. В своем отравлении Навальный обвиняет ФСБ и лично Владимира Путина. Напомним, несколько месяцев назад история с отравлением Навального раскручивалась западными СМИ в качестве повода для введения очередных антироссийских санкций. Правда, завершилась ее раскрутка так же стремительно, как и началась. В первые две недели после якобы отравления западные сенсационные журналисты-расследователи то и дело твердили о следах смертельного яда, обнаруженных на бутылке и на трусах Навального. Да-да, именно на бутылке и трусах. А о том, как так получилось, спросите у западных журналистов. У них там толерантность, им виднее. Следом за этим в американском политическом истеблишменте начали раздаваться призывы принять акт Навального по аналогии с известным актом Магнитского. А потом информационный нокаут вокруг отравления и лечения Навального затих словно по щелчку. Вероятно, нокаут постмодернистского бреда в этой истории превзошел все допустимые нормы даже для отвыкшего от элементарной логики американского и европейского обывателя. Посудите сами, потешного оппозиционера с рейтингом в пару процентов зачем-то якобы отравили агенты Кремля. Причем отравили смертельным ядом, после которого до этого выжило двое других жертв Сергей и Юлия Скрипали. Даже если вы привыкли верить самым свободным и демократическим СМИ на слово, у вас неизбежно возникнет вопрос – зачем? В общем, пока Навальный лечился в Шарите, журналисты и политики о нем подзабыли. И вот сенсация – отец русской демократии возвращается на родину. 17 января самолет авиакомпании «Победа» с Алексеем Навальным должен был прибыть в аэропорт Внуково, но в итоге сел в Шереметьево. Накануне во Внуково приехали журналисты и группа поддержки Навального – всего несколько сот человек. Однако их начали выводить из аэропорта сотрудники правоохранительных органов, чтобы не мешали пассажирам. После этого сторонники Навального начали кричать «Фашисты!» и «Россия будет свободной!». На улице, куда вышла часть встречающих, начались задержания. Создавалось впечатление, что аэропорт расчищают под встречу оппозиционера. Поэтому оттуда никто не уходил, а публика держалась в напряжении. Однако в те же минуты самолет с Навальным разворачивался над Москвой и менял аэропорт посадки. Сделав петлю, лайнер полетел на север в аэропорт Шереметьево. Там самолет сел, Навальный прибыл на паспортный контроль, где его и задержали. Причина задержания – то, что Навальный, отбывающий условный срок – 3,5 года с испытательным сроком 5 лет захищения и мошенничества на фирме «Ив Роше», не отмечался по месту жительства. Теперь он пробудет под стражей минимум до 29 января. На Западе на задержание Навального отреагировали дежурными фразами. Вот, например, что написало по этому поводу британское агентство BBC. «Соединенные Штаты и правительство нескольких европейских стран потребовали освободить оппозиционного политика Алексея Навального из-под стражи в России». Одна строчка – «Потребовали освободить и все». Без красочных эпитетов и рассказов о нападках на свободу слова и демократию. В переводе с дипломатического языка это означает «оттарабаним дежурное заявление и на этом точка». С нашей точки зрения, вышеописанная история – очередной повод поразмыслить над тем, что Навальный – типичный оппозиционер Его Величества. Будучи явным агентом иностранного влияния и не скрывая этого, открыто участвуя в западной провокации с якобы отравлением с целью введения новых санкций, он дискредитирует саму идею оппозиционности российской власти как таковую. Вокруг Навального кучкуются самые неадекватные фрики. Прямые сторонники США, кричащие о том, что Россия должна войти в НАТО, адепты либертарианства, выступающие за переход всего госаппарата и силовых структур в частные руки, лоббисты ЛГБТ, пляшущие в соборах лесбиянки, художники, прибивающие мошонку к кремлевской брусчатке и тому подобные персонажи. У российского обывателя этот цирк уродов на месте оппозиции ничего, кроме отвращения, не вызывает. И в Кремле это умело используют, внедряя в общественное мнение мысль – любая оппозиция Путину равно Навальной. Даже стараться особо не приходится. Крикливые либеральные фрики сами делают большую часть работы. Так что долго держать столь полезного кадра за решеткой никто не будет. Сейчас поддержат Лешку Смутьяна в обезьяннике пару недель, дадут по шапке за участие в провокации, а потом выпустят. Чтобы и дальше старательно играл роль страдальца от режима и главного оппозиционера. Думаем, что если в российском политическом поле не было бы Навального, то политтехнологи Кремля обязательно бы его придумали. Кстати, эпатажность отца русской демократии также говорит в пользу опереточного характера его деятельности. Вот, например, при посадке в самолет Навальный с женой записали видео с фразой «Мальчик, водочки нам принеси, мы дам молодечку». Отсылая к эпизоду из известного фильма «Брат-2». А через несколько минут в комментарии журналистам Навальный выразил уверенность, что по прилету в Москву его не арестуют. «Это невозможно», – сказал оппозиционер. Невозможное в итоге оказалось вполне возможным. Вот так же однажды станет явным и то, что кумир российской либерально-толерантной общественности не более чем статист Кремля и оппозиционер его величества. Вот визгу-то будет. О политических перспективах главного российского оппозиционера и о том, что светит ему в будущем, поговорим с политтехнологом Светланой Кушнир. Здравствуйте, Светлана. Добрый день. Навальный прилетел в Россию, понятно, сделали из этого шоу. И вот знаете, какое у меня впечатление сложилось в первую очередь от этого? Это то, что Навальный подтвердил свой имидж оппозиции его величества. То есть все было сделано настолько театрально, настолько картинно, либеральные журналисты, всякого рода фрики, распространяющие информацию о его приезде. То есть мне кажется, что для большинства российских обывателей вот такая оппозиция выглядит скорее дискредитацией всякой оппозиции как таковой, нежели чем-то конструктивным. И что если бы Навального не было, то Кремлю следовало бы его придумать. А вы как думаете? Ну давайте скажем так, что стратегии и тактики, которые сидят в разных башнях Кремля, они прекрасно ориентируются и понимают, что если ты не хочешь в своей стране допустить полной демократии, это еще вопрос относительно того, какая она демократия полная, а не полная. Мы можем сейчас с вами уйти в Депри и обсуждать самую демократичную из всех демократичных стран в мире, Соединенные Штаты Америки. Но, собственно говоря, они все правильно сделали. У тебя должна быть карманная оппозиция, которую ты сможешь руководить или хотя бы которую можешь контролировать разными способами инструментарии. Есть прекрасный у спецслужбы, не только для того, чтобы формировать определенное, правильное для власти общественное мнение. Поэтому ситуация с Навальным, она как бы просто подтверждает это правило. Это не исключение. На самом деле, Навальный – это еще такая оппозиция, я вам скажу. Знаете, настоящая оппозиция в России, она не живет. Ее очень быстро убивают. Ну, у Навального вот я такую кличку ему дал, что ли, Лешка Смутьян. Это такой вот персонаж, значит, театральный, как раньше там всякие шуты были и тому подобное. Ребята. Но меня интересует еще один вопрос. Почему, несмотря на весь его неприглядный имидж для большинства российской публики, российских граждан и обывателей, Навального продолжает поддерживать Запад упорно? То есть, вот, допустим, сейчас в России более актуальны с точки зрения оппозиционности какие-то левые настроения. Всякие левые блогеры там собирают на ютубах многотысячные аудитории, там пенсионные реформы люди были недовольны вот недавно. И тому подобные вещи. Почему Запад не играет на этом, а упорно продолжает продвигать Навального, чья карта, в общем-то, уже давно бита? Еще вы так думаете, что для коллективного Запада карта Алексея Навального бита? Да нет. Коллективный Запад боится вкладывать деньги в социальное направление, вернее, скажем, в социалистическое направление. Да, или в левые, как вы говорите, идеи. Ну, потому что сам Запад немножко так подтачивается основы либеральной его политики как раз подобными течениями. Поэтому, вкладывая где-то на стороне, можно же получить обратный эффект и нарваться. Поэтому, что все в порядке? Либеральная идея рулит, либеральный политик им нравится, подходит. Вот они его понимают. Ну, давайте скажем честно. Я не знаю вот так вот быстро человека, гражданина Российской Федерации, даже если он находится в публичной плоскости, которого бы под сенью лично, под крылышком посла ФРГ Российской Федерации транспортировали бы через границу в клинику Шареты. Ну, и вы можете назвать мне хотя бы одного гражданина Российской Федерации, который бы вот так вот были? Само собой. Ну, просто в глазах вот граждан России или там большинства граждан России и ее консервативно настроенного населения, это скорее минус для Навального, чем плюс. То есть его такое явное сотрудничество с Западом. Тут, Даниил, тут нужно просто как бы, тут разность менталитетов. Когда они скрестываются, и одни не понимают других, но думают, что понимают и вкладывают в это деньги, собственно говоря. Поэтому для России Навальный как оппозиционер, это скорее всего Москва-Питер, да, то есть городское население, и, ну, это там креативный класс. Кстати, этот креативный класс просто немножко подустал от правления Путина, они при нем родились, они при нем крестились, школу закончили, институты, заработали свои первые деньги. Светлана, знаете так, вы... И все время Путин был. В порядке, может быть, такого злого юмора, глядя на российский либеральный креативный класс, я сомневаюсь, что они когда-либо крестились вообще в этой жизни. Слушайте, ну, подождите, в России принято, как и в Украине, крестить до сорока дней, да, там, по-моему, на сороковый день. Поэтому тогда они просто не могли возвратить своим родителям. Так что, скорее всего, они крещены. Либеральный протест еще не возобладал. Да, да, вот так вот. Поэтому, понятное дело, что для этих людей идея Навального будет интересна. И вы знаете, вот, допустим, в 2017-2018 годах, действительно, когда протесты... Болотная площадь, мы можем вспомнить, когда протесты начали развиваться и начали выходить люди в поддержку движения Навального, Алексея Навального в Екатеринбурге, да, там, Новосибирске. То есть, вы по всей стране большие и крупные города тогда поддержали. В масштабах всей страны это, конечно, небольшой процент от населения, да, которые смотрят на все эти потуги, якобы, ну, там, условно, будем говорить, условно-демократически, не понимают, что они хотят, что им опять не хватает, да, вот, что они бунтуют там, все же хорошо. Завод работает, зарплату выдает, да, Путин наш рулевой. Что еще надо, да, какие там ценности, да, все нормально. Раньше было нормально, чуть поплохело, когда вот ввели санкции. И креативный класс очень страдал, пока хамон нельзя было привозить из Испании, потом научились это делать. Ну, это же вообще анекдот, как говорится. Знаете, у нас там даже устрицы выращивают. Да, 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 даже устрицы выращивают, так что там теперь все хорошо. Вот, поэтому для многих россиян в масштабах своей идеи и позиции Навального, они не созвучны. Это только как протест. Ну, то есть сугубо как такое движение для тех, кто не боится, я не знаю, перевернуть доску, потому что явно, что с ним, если он возглавит Россию или что-то в этом духе, то для России никакого позитива от этого не будет, очевидно. Ну, хотя бы просто из-за недостатка управленческого опыта даже. Даниил, в Российской Федерации невозможно, чтобы оппозиционер возглавил Российскую Федерацию. Потому что давайте не забывать, что за наследие Путина уже идет ожесточенная борьба между очень крупными игроками в российском политэстеблишменте. И эти игроки вообще, знаете, там Ростих возглавляют, допустим, один из них. Да, возможно, возможно, будущий. Второе, как кандидат рассматривался сейчас действующий премьер-министр Российской Федерации. Поэтому говорить относительно того, что Россия готова проголосовать за Навального, потому что Лешу бьют, условно, да, за то, что его там мучают, да нет. Слушайте, у него прекрасное было дело по Кировскому лесу. Он уже там три года с половиной у него был срок. Один он отсидел в СИЗО, два с половиной у него условно. Именно потому сейчас ситуация, которая случилась, она накручивается на реальную отсидку в ЛТК или как-то там, в общем, в колонии. Поэтому, естественно, будут сейчас адвокаты отбиваться для того, чтобы ему все-таки реальный срок не упаяли, потому что там еще условно-досрочный, по которому он может находиться на свободе, он еще не истек. А, собственно, в чем его обвиняют? В обиде, в клевете на ветерана. В прошлый год я писала про этот пост, да, потом этот пост прекрасно растянули все рунетовские сайты, которые кричали, все, короче, кушнир на дыбу. Пускай она забирает этого Навального. Ситуация была такая, был снят ролик, вы же знаете, что прошлый 2020 для Российской Федерации был знаковый. Там случилось обнуление всех предыдущих сроков Путина. Были внесены значительные, я сказала так, тектонические правки в Конституцию Российской Федерации. И как раз к этому было приурочено промо-ролик агентационного характера. Вот Навальный написал, что там поюзали ветерана. Собственно, поэтому сейчас в отношении именно этого кусочка, маленького эпизода российская правоохранительная система пытается схватить Алексея за хвост. И прищенить ему этот хвост. Я, кстати, знаете, я предложила тогда, я вам скажу, я в посте тогда предложила, может быть, ваши редакторы найдут этот пост. Вот, да, я предложила забрать Навального к нам. Ну, раз он же такой побываемый, гонимый, у нас тут таких люков. У него еще же, знаете, корни есть. Я, честно говоря, с вами не соглашусь, потому что не надо все, как говорится, сомнительное тащить в Украину. Ну, это я мягко выражаюсь. То есть у нас тут своего хватает. У меня чисто меркантильный интерес, понимаете. Если в Алексея Навального вкладывают деньги коллективный Запад, пускай он вкладывает эти деньги сюда, у нас. Мы тут их сможем потратить. Прекрасно. Вы думаете, он их тратит не на Западе? Вот я в этом сильно сомневаюсь. Нет, смотрите, медийная составляющая всей компании, всего движения Навального, она достаточно серьезная. Если вы подсчитаете, сколько денег вкладывается в раскрутку, то там хорошие бюджеты, правда. Могли бы и наши медиа это получить? Да, разумеется. Ну, в завершение уже задам такой вопрос. Если, насколько мы вот фактически выяснили, для российской власти он фактически безвреден на данный момент, то логично, что его в ближайшее время или после недолгой какой-то отсидки должны снова выпустить, чтобы он продолжал оставаться жупелом для либеральной оппозиции. Будет это так, по-вашему, или может быть как-то иначе? Так, карта ляжет. И вот честно, сейчас трудно прогнозировать, чем все завершится, потому что в ситуацию с задержанием Навального вмешиваются представители диппосольств, дипломаты. Поэтому, возможно, там будут какие-то перетурбации. Насчет того, посадят, не посадят, тоже большой вопрос. Мы тут даже гадать не надо, потому что российская судебная машина, она такая, никто не знает, это черный ящик. Мы знаем, что есть на входе, что-то тут происходит, и знаем, что может быть на выходе, может быть. Но не обязательно, что это случится. Это один вариант. Ну и второй вариант, естественно, вы говорите, нужен другой оппозиционер. Ты зачем такой другой оппозиционер? Прекрасно работает оппозиционер на своем месте. Самый оппозиционный оппозиционер. Пускай работает. Спасибо вам за беседу, Светлана. В гостях у Международной панорамы была политтехнолог Светлана Кушнир. А в Германии на минувшей неделе стало известно имя вероятного преемника Ангелы Меркель на посту канцлера. 16 января правящая партия Христианско-демократический союз избрала нового председателя. По итогам онлайн-съезда им стал премьер-министр земли Северный Рейн Вестфалия Армен Лашетт. Во втором туре он получил 521 голос, в то время как за его соперника Фридриха Мерца проголосовали всего 466 делегатов. Мерц проиграл внутрипартийные выборы уже во второй раз, хотя в первом туре голосования обогнал Лашетта на 5 голосов. Ранее Мерц уступил должность председателя партии в 2018 году Анне Гретт Крамп Каренбауэр. После того, как стало понятно, что главой ХДС станет Лашетт, он выступил с короткой речью, в которой поблагодарил делегатов, оказавших ему доверие. Также новый глава партии выразил благодарность своим конкурентам Мерцу и Норберту Реттгену за честную борьбу. Избрание нового лидера партии в нынешних условиях имеет большое значение. Предполагается, что именно он поведет консерваторов на парламентские выборы, а значит, станет наиболее вероятным претендентом на пост канцлера после ухода Ангела Меркель. Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября текущего года. Не исключено, конечно, что должности главы ХДС и кандидатов-канцлеры будут разделены, как это происходит сейчас. Канцлером ФРГ является Ангела Меркель. Это будет решаться отдельно в течение ближайших месяцев. Однако, как правило, такого не происходит. Да и немецкая пресса едино во мнении, что на прошлой неделе ХДС выбирал не просто партийного лидера, а потенциального преемника Меркель в кресле канцлера. Армин Лошет в прошлом году был одной из самых заметных фигур в немецкой политике. Он постоянно находился в центре внимания на фоне борьбы с пандемией. Его решения по борьбе с коронавирусом неоднократно вызывали критику, но его управленческий опыт, который существенно богаче, нежели у соперников, был признан всеми. В политическом отношении большинство экспертов считают Лошета сторонником политики Ангелы Меркель и ее близким соратником. Вот, например, как об этом пишет немецкое издание Der Spiegel. Цитата. Новый председатель ХДС Армин Лошет и канцлер могут хорошо ладить, но в ближайшие месяцы их отношения будут подвергнуты испытанию из-за кризиса, связанного с коронавирусом, и Фридриха Мерца. Говоря о вероятных проблемах из-за Фридриха Мерца, немецкое издание имеет в виду то, что для партийного функционера с такими амбициями, дважды проигравшего выборы на пост главы партии, нужно подыскать подходящую должность, которая бы его устроила, чтобы не плодить внутренние противоречия. Несмотря на необходимость решения некоторых внутрипартийных вопросов, вероятнее всего Лошет в случае занятия поста канцлера продолжит политику Ангелы Меркель, так как по большинству вопросов солидарен с ней. Интересно, что избрание Армина Лошета на пост председателя ХДС вызвало сдержанный оптимизм в российских СМИ и экспертном сообществе. Там надеются, что потенциальный новый канцлер будет проводить более дружелюбную политику в отношении России. Вот, например, что заявил в своем комментарии изданию РИА Новости заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Цитата. Для российско-германского сотрудничества это в любом случае не ухудшение отношений. Результат неожиданный. Случилась, на мой взгляд, сенсация, но для России это плюс. Лошет достаточно конструктивно настроен в отношении России, в отличие от Фридриха Мерца и Норберта Рёдгена, которые также боролись за пост лидера ХДС. Интересно, что о более располагающем к сотрудничеству отношении Лошета к России пишет и немецкое либеральное издание Deutsche Welle. По его утверждениям, в отличие от Рёдгена и Мерца, Лошет никогда не ставил под вопрос продолжения строительства газопровода «Северный поток-2», остановить которое некоторые немецкие политики требовали и требуют до сих пор в ответ на отравление Алексея Навального и отказ российских властей расследовать это преступление. Однако, как отмечает издание, санкции Запада против России, введенные за аннексию Крыма и поддержку восточно-украинских сепаратистов, новый глава ХДС поддерживает, хотя и ратует за их скорейшую отмену как только, по его словам, начнет конструктивно развиваться минский процесс. В немецкой внешней политике после ухода Меркель есть три вопроса, которые больше всего волнуют исследователей и обозревателей. Это будущее отношений Германии с США, будущее ее отношений с соседями по Евросоюзу и будущее отношений с Россией. Но во внешнеполитических взглядах вероятного будущего канцлера есть еще одна любопытная деталь. В отличие от большинства европейских политиков, он не поддерживал антиправительственных исламистов в гражданской войне в Сирии и призывал к объективной оценке действий президента этой страны Башара Асада. Вот как пишет об этом журналист издания Даршпигль Мэтью фон Рор, не скрывающий возмущения. Цитата. В войне в Сирии Лашет встал на сторону диктатора Башара Алясада, который бомбил мирных жителей с воздуха и в 2014 году потребовал повторного признания своего режима. Лашет ложно обвинял США в поддержке исламского государства против Асада. На самом деле оппозиционные группы, поддерживаемые США, боролись против исламского государства. Конечно, здесь мы видим стандартный набор западной пропаганды, которая называет ряд исламских группировок в Сирии умеренными оппозиционными группами. Но суть не в этом. Примечательно, что уже в конце текущего года немецкое правительство возглавит человек, который не боится в своих оценках выступать против мейнстрима ради соблюдения объективности. Вполне возможно, что Лашет станет более договороспособным, чем Ангела Меркель в спорных вопросах, актуальных для европейского континента, и одновременно более независимым от внешнеполитического влияния Соединенных Штатов. Если это действительно будет так, то у него есть все шансы вернуть Германии политическое лидерство в Евросоюзе на время, перехваченное у нее Францией. Впрочем, история знает немало случаев, когда до и после избрания политики говорили совершенно противоположные вещи и действовали совершенно противоположным образом. Поэтому поживем-увидим. О политических перспективах Германии после ухода Меркель поговорим с политическим экспертом Дмитрием Дженгировым. Здравствуйте, Дмитрий Георгиевич. Добрый день, Дмитрий. Вот, собственно, был избран новый председатель Христианско-демократического союза. Его называют наиболее вероятным приемником Меркель после парламентских выборов, которые состоятся вот в начале осени, в сентябре месяце. И уже мировые СМИ думают, гадают о том, какая же будет его политика. Там стали всплывать разные моменты, что он не высказывался жестко против Асада, что он там поддерживает линию на снятие санкций с России якобы. Но это в России вот писали. На Западе критикуют его, и либеральные СМИ критикуют. А какой же он на самом деле, и каковы его реальные шансы стать канцлером на сегодняшний день? Ну, какой он будет канцлер, мы увидим только, когда он станет канцлером. Потому что, ну, разумеется, путь к должности высшей в Германии и пребывания на должности. Ну, вы знаете, что Гельмут Коль тоже думал, что это его послушная девочка, ангела, можно сказать даже так нежно, ангела Доротея Меркель, полное ее имя. Тем не менее, это, ну, человек, которая жестко вела свою линию, а у Коля были проблемы, кстати, в том числе и с законодательством. Даже, ну, это связано с финансированием партии. Ну, это мы и будем... Дело в том, что то, что мы вот... Из чего мы какие-то можем выводы делать? Ну, прежде всего, это человек, так сказать, пошел на главу ХДС с перспективой быть кандидатом, ну, почти наверняка кандидатом в канцлеры и с большой вероятностью следующим канцлером, хотя сейчас ничего не гарантировано. При определенном результате альтернативы для Германии и Линке Пати, например, вот если каждый из них возьмет достаточно много голосов, например, они там в сумме возьмут 25 или, не дай бог, 30, ну, не дай бог, для системных партий 30 голосов, очень сложно сложить коалицию. Тем более социал-демократы уже пищат и говорят, ну, мы тут убили свой рейтинг. То есть они в отдельные моменты замеров даже уже не третьи, а четвертые. Их в отдельные моменты обходят и альтернативой, и зеленой. Может быть, на выборах будет чуть другая картина. Одно дело замеры такие, другое дело выбора. Тем не менее, они свой рейтинг очень сильно угробили в коалиции с христианскими демократами и христианскими социалистами. Ну, вот возвращаясь. Он представляет Северный рейн Вестфалию. Он премьер-министр Северного рейна Вестфалия. Самая большая земля и промышленный гигант федеративной республики. Разумеется, у него подход достаточно прагматичный. За ним стоят национальные, ну, скажем так, элиты реального сектора. Промышленные элиты. Промышленные элиты. Я хочу сказать, что не обязательно, что за представителем, так сказать, Северного рейна Вестфалии. Разные были представители. Мерц тоже представитель Северного рейна Вестфалии. Но за ним стоят финансовые элиты. Вот конкурент, человек, который многолетний конкурент Меркель. В свое время ее усилиями он потерял должность главы фракции ХДС в 2002 году после неудачных выборов. Она завалила его реформы, которые были подготовлены им как законодателем. Он в ответ выступал против ее политики. Например, он был большим, скажем так, евроюнионистом в нулевые годы, чем Меркель. То есть бежал быстрее. И он самый проамериканский политик, так сказать. Фридрих Мерц. С другой стороны, вот, ну, и он право... С одной стороны, он, кстати, правоконсервативное крыло представляет ХДС. С другой стороны, он часть транснационального финансового капитала. Он в свое время возглавлял немецкий, ну, германский, правильно говорить, филиал Блэк Рок. Это один из крупнейших в мире по третий, четвертый после вангарде, разумеется. Инвестиционный фонд мировой, 7 триллионов его, так сказать, ну, финансовые возможности, его активы составляют 7 триллионов. Поэтому это вот наиболее такой проамериканский, при этом правоконсервативный. Он тоже представляет, так сказать, северный Рейн-Вестфаля. С другой стороны, Норберт Ретген, это, так сказать, ну, как сказать, это леволиберальный фланг ХДС, та часть, которая за сотрудничество не только с социал-демократами, как традиционными, но и с зелеными, что очень раздражает ХСС, партию Баварский союзник, ну, Бавария вторая земля по численности, по экономике, по-моему, она, ну, грубо говоря, вровень идет с Северным Рейном Вестфале, а сейчас, ну, это вот две главные, два главных локомотива, они вместе где-то составляют почти 50% и населения, и больше 50% экономических. Ну, и исторический альтернативный центр Германии. Фактически, да, конечно. И Норма Трёдген, он как зеленый, как леволиберал, он наиболее склонен к санкциям антироссийским был, к противодействию Северного потока-2, Мерц был, скажем так, ну, умеренно за, можно так сказать, но без фанатизма. Для Лошета это, в общем-то, один из принципиальных вопросов завершения Северного потока-2, как продолжение политики Ангела Мерки. Так же, как Мерц составил серьезную конкуренцию на прошлых партийных выборах предыдущей выдвиженки Ангелы Меркель, Аннагрет Крамп Каренбауэр, которая была премьер-министром Саара. кстати, заметьте, у них случайных людей, вот даже на партийное лидерство сейчас нет, это люди с серьезным региональным бэкграундом. И сейчас она министра обороны Германии. Но после вот этого скандала в Тюрингии, где она проявила неарийскую мягкотелость, так и хочется почему-то сказать, допустила о ужас, что представитель свободных демократов победил представителя Линке Пати в борьбе за должность премьера голосами одновременно и альтернативы для Германии и ХДС. О ужас, так сказать, запятнали, можно сказать, вступили в это кровосмесительную, в общем-то, да. Ну, да. В общем-то, ну, самое интересное, что потом, после этого скандала, когда переиграли результаты выборов в парламенте, Ромелов и остался премьеров, представитель Линке Пати. ХДС не голосовал, он стал премьером меньшинства. он не опирается на большинство, но то отдельное история. Вот следующего подобрала она преемника и на самом деле очень маленький был разрыв между Анагрет и Мерцем. Ну да. Сейчас разрыв был больше по простой причине. При трех кандидатах Лошет оказался центристом между более право-консервативным крылом, который представляет Мерц, и леволиберальным, которое Ретген представляет. И голоса Ретгена ушли почти все ему. Почти все ушло ему. Я вот специально между первым и вторым следил за этой ситуацией. То есть идеологическое голосование было во многом. И он победил благодаря своей центристской политике. Я так понимаю, что вот этот переходный период между инаугурацией Байдена и сентябрьскими выборами передачи власти следующему правительству, возможно, которое возглавит Лошет, ну, наверное, 50, может быть, даже больше 50%, но не гарантированно. Конечно, будет великая роль Меркель, она будет вести переговорный процесс с Байденом пока, но, конечно, вводя Лошета в эту большую политику. И, ну, так сказать, с точки зрения, ну, мы смотрим, с точки зрения Украины, вы понимаете, тут для нас это последний политик Меркель, которая участвовала в подписании Минских соглашений. Ну, Путина мы же не считаем, все трое других ушли. Я понимаю, всегда кто-то прибежит в комментарии писать, что лидеры не подписывали Минские соглашения, ну, как говорится, ну, в общем, нет сил ругаться матом, поэтому скажу, очень интеллигентно. Минские соглашения это комплекс документов, главный из которых Минский протокол, комплекс и декларация лидеров, одобряющая этот, в поддержку этого протокола. Так вот, декларацию подписали четыре лидера, три президента, одна канцлерина. Поэтому, когда говоришь, что Минские соглашения, подписанты, что остался только Путин. В том смысле, это важно, что ни для Макрона, ни для, возможно, Лашетта, они не являются священной коровой, за которую они какую-то несут ответственность. Для них... Лашетт высказывал приверженность Минским соглашениям. Естественно, для него никакого смысла нет участвовать в их изменении, потому что это брать для себя ответственность уже за измененный текст. Ну, это, то есть, сугубо декларативная позиция такая с его стороны. Ну, вы знаете, что это разумная позиция не брать ответственность за то, что ты практически наверняка разрулить не сможешь. Более того, Макрон попытался же взять инициативу, ему явно Меркель, так сказать, позволила в этом процессе. Никакого желания уже нет. Любовь к Зеленскому быстро прошла у Макрона. Ну, то есть, там, негатива тоже нет, но и интереса нету вести. Стало понятно, что Зеленский по, так сказать, в силу, ну, скажем, давайте так мягко скажем, в силу внутриполитических раскладов не может выполнять взятые на себя обязательства. Ну, фактически не решает в этом вопросе. Он их может не выполнять. Это вот скорее. Вот, так сказать. В общем-то, грубо говоря, общаясь с Зеленским по Минску и немецкая и французская сторона, им проще исходить из того, что Зеленский не собирается выполнять. Ну, собственно говоря, практически сейчас это было подтверждено Жовквой, который политическим советником по международной политике, который прямым текстом сказал, что задача Украины в 21-м году провести саммит в нормандском формате, в котором будет рассмотрено установление мира на Донбассе на украинских условиях. Ну, честно говоря, сама фраза «оксюмарон» в принципе, ну... Ну и сам саммит вряд ли состоится. Начнем с того. так подождите, с такой повесткой саммит не состоится. Не состоится, да. Да, ну... Тем не менее, вот из вопросов, которые, ну, касаются Украины, минский процесс лошету вряд ли будет интересен, то есть каким-то образом его гальванизировать. Ну, вот идет и идет, подсохнет, само отвалится, как в известном анекдоте. Северный поток-2 важный момент, но это Северный поток-2 все-таки касается, я много раз уже это говорил, это диалог Вашингтона и Берлина. Он даже к России большого этот диалог отношения не имеет. Это восстановление, цена восстановления отношений между США и Германией сильно нарушенная во времена Дональда Федоровича. А амбиции Германии на лидерство в рамках ЕС политическое, я имею в виду. Вот при Меркель как-то вроде отдали Макрону, а сейчас... Вы знаете, что... Ну, это мы немножко в сферу такую геополитическую идем, но я вам очень просто скажу. Тот случай, когда не смог мечом на своей части площадки Макрон распорядиться. В том смысле, что, ну, он оказался, как я в таких случаях, теоретиком конфликтов. Несколько громких заявлений, а толку нет. Вы знаете, что, я с его заявлений, с логикой его заявлений, я могу сказать, они очень интересные, логичные и, наверное, правильные. Но если у тебя в Центрально-Африканской республике, которая была твоим протекторатом, хозяинничают китайцы и русские, так сказать, а ты толком даже не можешь свергнутого президента поддержать от бывшего, а в Мали сносят твоего президента, причем там профранцузский президент всегда был, если сносят профранцузского президента и, так сказать, не без участия, опять же, там, России, Турции и, наверное, Соединенных Штатов, потому что лидер повстанцев как раз в Штатах проходил свое время учения. Ну так, а что ты еще можешь сделать? Если тебе откровенно Эрдоган крутит факи политические, а ты ему пишешь письмо личное с предложением встретиться и наладить мосты, ну, встретиться, то есть, действительно, Макрон не сумел подкрепить какие-то свои и амбиции, и, может быть, даже правильные конструкции геополитические, словесные, не смог подкрепить делами и канонерками. Ну, и следовательно, сейчас будет шанс у Вашета. Вернуть себе, да. Тем более, Германия, скажем, для Германии Африка, ну, определенный интерес представляет, но не такой кровный, как для Франции. У Германии, если есть интерес, то к урегулированию в Ливии, там есть шкурные интересы, но не более того. Ну, Египет, ну, с Египтом вроде все нормально. то есть она так глубоко не погружена своей колониальной историей. Там были колонии, но уже, так сказать, совершенно в другой части и уже забыли. Давно и неправда. Ну да, так сказать. Давно, недолго и неправда, в отличие от Франции. Поэтому инициатива снова переходит к Германии. Другой вопрос. Мы сейчас не можем до конца оценить инвестиционное соглашение Китая и Германии. Конечно, Евросоюза, но через колено всех сделала Меркель, пользуясь поддержкой Макрона. То есть насколько, посмотрите, мы не можем до конца сейчас оценить, насколько оно декларативно или реально. Ну то есть тут вопрос во многом о доброй воле двух сторон. Это, скажем так, очень серьезная заявка. И я всегда говорю, что из четырех свобод, свобода перемещения капитала, товаров, услуг и людей, если это капитализм, то главное перемещение капитала. То есть это не торговое, это инвестиционное соглашение, но это самое важное правило капитала. И на очень большую ступку пошли европейцы к Китаю. они только потребовали декларативного согласия Китая следовать правилам международной организации труда и постепенно, ну подразумевается, и постепенно отказаться от принудительного труда. когда биографы начали писать Лошету биографию, в преддверии, когда стало понятно, что он вступит в борьбу в прошлом году, то вот вы спрашивали там, ну про его амбиции, про его роль в Европе, ну вы знаете, что, ну нашли его, нашли ему, что он прямой потомок Карла Великого, я не шучу, и в общем-то, ну конечно, в этом есть какой-то намек. Спасибо вам за беседу. В гостях у международной панорамы был политический эксперт Дмитрий Джангиров. Тем временем, на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса, сопутствующего ей экономического кризиса и политической турбулентности в Соединенных Штатах, руководство Евросоюза похоже задумалось о постепенном снижении зависимости своих экономик от американского доллара. 16 января издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорится, что официальный Брюссель разрабатывает план по ограничению зависимости стран Европейского Союза от доллара США. По сообщению издания, документ предполагает меры по продвижению евро на финансовых рынках и снижению уязвимости Европы перед санкциями США. Как сказано в статье под названием «ЕС планирует снизить зависимость от доллара в эпоху после Трампа», цитата, «проект политического документа Европейской комиссии, рассмотренный Financial Times, показывает всю глубину разочарования ЕС после четырех лет правления Дональда Трампа, политика которого подчеркнула доминирование США и их валюты в мировой финансовой системе. В частности, в документе подчеркиваются трудности ЕС в утверждении своей независимости перед лицом санкций против Ирана, введенных господином Трампом, и ссылаются на них как на доказательство необходимости защитить блок от последствий незаконного экстерриториального применения таких мер. Любопытно, что издание обвиняет именно Дональда Трампа в проведении политики на укрепление доминирования доллара в мировой финансовой системе. Традиционно, и надо сказать, далеко не без оснований, в своей политической аналитике мы рассматриваем Дональда Трампа как последовательного лоббиста американского промышленного и сырьевого капитала. На протяжении своего президентства он продвигал за рубежом товары американской промышленности, а также углеводороды, добытые сланцевым методом. В нашем представлении Трамп, в отличие от его оппонентов из демократической партии, далек от финансистов с Уолл-стрит, которым для умножения своего капитала достаточно сохранять статус доллара в качестве мировой резервной валюты. В этой связи странно читать обвинения Трампа в отстаивании сугубо банковского подхода к внешнеэкономической деятельности без опоры на реальное производство и сбыт товаров. Впрочем, не стоит забывать, что пока еще действующий президент США стремился, согласно его собственному лозунгу, сделать Америку снова великой, а установлению ее величия во второй половине 20 века в немалой степени поспособствовало именно закрепление доллара в качестве мировой резервной валюты в так называемой Бреттон-Вудской валютной системе. И все же, возвращаясь к Евросоюзу и его намерению ограничить использование доллара, стоит задаться вопросом, что стало главной причиной подобных намерений. То, о чем пишет Financial Times, а именно желание руководства ЕС обходить косвенные санкции США при торговле с Ираном и другими странами, это, конечно, логично. Но для этого Евросоюз уже создал отдельную систему взаиморасчетов с Ираном, заблокировать которую Соединенные Штаты не в силах. То есть, настоящая причина планов по сокращению зависимости от доллара отнюдь не в желании торговать с Ираном. Или, по крайней мере, не только в этом. С нашей точки зрения, истинными причинами желания руководства Евросоюза уменьшить зависимость от доллара являются продолжение экономического кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, и нестабильная политическая обстановка в США. Причем, последняя причина даже более важна, чем первая. Ведь если в Соединенных Штатах разразится гражданская война или хотя бы длительная политическая турбулентность, влекущая за собой неспособность поддерживать военное присутствие и могущество по всему миру, американский доллар быстро утратит статус надежной резервной валюты. Если это случится, чего в последнее время исключать нельзя, различным странам и группам стран придется судорожно искать новые средства взаиморасчетов и новые резервные валюты. Очевидно, в ЕС это предвидят и желают перестраховаться. И стоит отметить, что для формирования собственной валютной зоны у Евросоюза есть неплохие задатки. Главное из них наличие общей валюты евро, в которой уже производится большинство расчетов внутри объединения и эмиссионный центр, который находится в Евросоюзе. Возвращаясь к статье Financial Times, которую мы упоминали выше, отметим, что она приводит такую выдержку из документа Еврокомиссии о необходимости снижения зависимости ЕС от доллара. Цитата. ЕС должен разработать меры по защите операторов ЕС в случае, если третья страна вынудит базирующиеся в ЕС инфраструктуры финансового рынка соблюдать принятые ею в одностороннем порядке санкции. То есть эта заявка на создание ни много ни мало независимой от Соединенных Штатов и от доллара инфраструктуры финансового рынка. В основе этой инфраструктуры надо полагать будут лежать взаиморасчеты в евро. И судя потому, что речь идет о торговле со странами, не входящими в Евросоюз, распространить эту инфраструктуру планируется также и за пределами объединения. Полагаем, не нужно быть семипядей во лбу, чтобы предсказать, что подобные инициативы европейцев будут восприняты новой американской администрацией как покушение на святое, особенно, если учесть ее связь с теми самыми транснациональными финансистами. Если описанная в статье Financial Times правда и в Евросоюзе всерьез намерены идти по пути снижения зависимости от доллара, это неизбежно приведет к конфронтации с Соединенными Штатами, вплоть до возможного введения санкций и начала торговых войн. Ну а в целом, с нашей точки зрения, будущее, конечно, за разделением мира на валютные зоны. Доминирование доллара не может быть вечным, особенно, учитывая то, что в последнее время он обеспечивался лишь военно-политической мощью США, которая на наших глазах неуклонно уменьшается. Разобраться в экономической политике Европейского Союза нам поможет экономист Александр Охрименко. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, собственно, предмет у нас такой. В Financial Times вышла статья недавно, в которой говорится о том, что страны Евросоюза намерены в ближайшем будущем уменьшать свою зависимость, зависимость своих экономик от доллара. Надо предполагать, что, наверное, под этим подразумевается и уменьшение операций в долларах со странами, не членами Евросоюза. Ну и также в этой статье говорится, что таким образом они пытаются обойти вот эти вторичные американские санкции, введенные против Ирана и всех стран, которые с ним сотрудничают. Но ведь, между прочим, у этой проблемы есть и другой аспект. То есть, получается, сейчас в Соединенных Штатах политическая турбулентность, не будем называть это нестабильностью и мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. Вот не связаны ли планы Европейского Союза именно с этим? А Иран в данном случае может быть выступает как предлог всего лишь. Как вы считаете? Ну, смотрите, какая ситуация. Когда вводили евро, были разговоры, была такая идея, что евро сможет подвинуть доллар США. Ну, давайте так, несу небольшую ясность. До Второй Мировой войны главным платежным средством был английский фунт стерлинг. Доллар был, но после Второй Мировой войны ситуация поменялась, доллар стал лидером, фунт стерлинг остался, но потерял свои позиции, и, как вы помните, были французский франк, немецкий дойче марк, и так дальше. И вот, когда создавали евро, это была идея создать единую валюту, чтобы подвинуть доллар. И в самом начале, когда создавали, действительно была такая эйфория, но, да, за это время до евро международных расчетов увеличился. Пока на первом месте доллар, пока все-таки доллар занимает первое место, хотя, ведутся разговоры, что приблизительно через 10, может 20 лет, понимаете, посчитать очень сложно, на первом месте будет евро. Такие разговоры есть, и действительно такое желание, но, США не хочет терять позиции, и он говорит, нет, мы не уступим позиции, и будем действительно давить, давить, давить. На следующем, если взять все международные платежи, получается, что, да, больше всего за долларом, но, не больше 50, когда-то действительно, скажем, больше 5, 60, 70 процентов, это был доллар, сейчас уже 40, до 50, 30, грубо говоря, дальше уже занимает евро, ну, и немножко занимает другие валюты, потому что, ну, фонд остался, швейцарский франк, ну, юан еще там играет тоже роль, но это уже, как бы, немножко вспомогательное, но позиция Евросоюза, чтобы занять, лидирующий, будет, это однозначно, а позиция США, не допустить это. Но смотрите, какая сейчас ситуация сложилась, на сегодняшний момент, ну, на 2021 год, многие эксперты прогнозируют, что будет девальвация доллара по отношению к евро. Тут и Байден, ну, его политика, и политика того, что надо сделать эмиссию долларом, чтобы помочь пандемии, там очень много факторов влияет. В этой ситуации возникает такой забавный случай. На сегодняшний момент желающих сыграть на курсе евро-доллара еще больше. И получается, что сейчас доллар обыгрывает евро вот с этим играми. Так что, понимаете, здесь они как бы два таких близнеца, они друг друга ненавидят, но не смогут отказаться. Евро-доллар это два таких врага, противника, но они будут всегда оставаться. Александр, вот в связи с той тенденцией, которую вы только что описали, в последнее время звучит все больше прогнозов о том, что мир, мировая финансовая система, вот та вот Бреттон-Вудская, которую вы описали, будет в итоге распадаться или разделяться на различные валютные зоны. Очевидно, что еврозона, вероятно, имеет больше всего шансов на сегодняшний день подмять под себя какие-то новые территории, потому что она просто лучше к этому подготовлена, единая валюта евро уже есть, расчеты в ней происходят. Какие еще валютные зоны могут возникнуть по мере деградации или распада вот этой вот Бреттон-Вудской системы? Ну, смотрите, какая ситуация. На следующий момент Китай очень хочет, ну, делать все максимальное, чтобы усилить влияние юаня. Но, смотрите, какая тут хитрая тенденция. Китай, ну, юань, в отличие от доллара, это не свободные деньги. Все-таки курс юаня очень сильно зависит от решений ЦК КПК. Очень сильно. Ну, если доллар, это действительно доллар, евро, это рынок, то юань, это не рынок. Но, что делает Китай? На следующий момент он довольно активно предлагает кредиты юань африканским странам, пытается зайти в Латинскую Америку, США максимально мешает, в Россию, да, и на сегодняшний момент, если вы посмотрите расчеты Россия-Китай, там доля юань растет. Да, действительно, Китай пытается сформировать свою, скажем, юанскую зону. Ну, пока Украина не сильно использует юань, хотя используют, у нас тоже есть, ну, как бы операции, где действительно юань используется при расчетах. Хотя, прежде всего, доллар. Вот даже, когда мы торгуем с Китаем, первое место доллары, потом есть евро и немножко юаня. Но это сейчас. А я думаю, что со временем, наверное, все-таки юань будет увеличиваться. Обращаю ваше внимание, что при том 2020 года самым главным торговым партнером Китай, имеется, торговый партнер Украины, как вы понимаете, Китай. Так что, я не удивлюсь, что в будущем у нас будет, ну, вот, понимаете, сейчас у нас как, мы говорим там, доллар, евро, доллар, ну, по основному. А будем все время говорить так, доллар, евро, юань. Такая, думаю, тоже тенденция в Украине будет. То есть, рубль может отойти, сейчас мы говорим русский рубль, а место его может занять юань. Такое вполне возможно в Украине, не удивляйтесь. Вот вы говорили о том, что Соединенные Штаты будут пытаться мешать Евросоюзу создать собственную эту валютную зону, ну и, собственно, это логично, потому что доллар на сегодняшний день считается единственной резервной валютой по-прежнему, по остаточному принципу. Не единственная. Уже не единственная? Лидер, но не единственная. Да, ну самая крупная, скажем так, резервная валюта. И мы знаем, что Байден представляет именно те круги в американской элите, которые принято связывать с Уолл-Стрит, с финансистами. Какими именно методами они будут мешать Евросоюзу утвердить собственную валютную зону? Ну, вот один из методов это так званая эмиссия доллара. Вот смотрите, на сегодняшний момент, опять же, эти же эксперты из Уолл-Стрит очень многие прогнозируют, что при том, 2021 года, девальвация долларов по отношению к евро может быть 20%. 20%! Это очень много. Я понимаю, это прогноз. Может сбыться, может не сбыться. Но, почему они так говорят? Ну, возможно, вы слышали, правда, это не Байден говорил, а его окружение. Ну, вы сами понимаете, сейчас формируется команда, там, советники, и вот с его окружения говорили, что для того, чтобы экономика США могла пережить эту пандемию, проблему, а сейчас действительно, в экономике США проблемы. Падение ВВП в этом году, точнее, извиняюсь, в 2020 США будет. Говорит, надо сделать эмиссию доллара. Пока на сегодняшний момент спорят, какая же это будет эмиссия. Ну, чтобы правильно поняли, это решение должен твердить Сенат, конгресса США. Но есть разговоры, что надо сделать один триллион. Говорят, нет, один мало, давайте четыре. Вот, исходя из того, сколько будет этой эмиссии, это будет, действительно, может повлиять и евро, доллар, и отношение к доллару. Потому что, если очень большая эмиссия доллара, да, они безналичны, спорить не будут, но это расходится по всему миру, это влияет на всю мировую экономику, это появляется так званая долларовая инфляция, то есть, доллары обесцениваются, даже те, которые у вас в Украине. Плюс ко всему, тогда получается вот это бесконечные игры, евро, доллар, и тут в эти игры затягивается вся мировая экономика, именно вся, потому что тогда все, кто покупает, ну, скажем, экспорт, импорт, товары, услуги, ценные бумаги, все смотрят, евро, доллар, сюда, туда, и да, в этой ситуации, как бы, доллар обесценивается, но здесь оно выиграет, евро, данная ситуация выиграет, по этой причине, теперь это евросоюза, ну, Центробанк евросоюза, должен принять свое решение, делаем эмиссию, евро, какую эмиссию, ну, если вы помните, крис 2008-2009, сначала США начал эмиссию долларов, было так звано, три волны, довольно большая эмиссия, а после этого, ну, с такими, задержкой, Центробанк, сделал эмиссию евро, так что, вот такая вот, такие волны валютные, были, если будут, сейчас мы увидим, как они будут разворачивать, в 2021 году. Ну, вот, насколько я понимаю, в экономике, то это инфляция, долларовая инфляция в евро, она неизбежно повлечет проблемы социального характера, в том числе, внутри самих Соединенных Штатов и внутри Евросоюза, а мы знаем, ситуация там и сейчас, в общем-то, не самая радужная, как власти европейских государств, власти американские, планируют справляться с этой проблемой, если они пойдут по такому пути? Вот понимаете, тут какая есть хитрость, с точки зрения госбюджета США, эмиссия, это хорошо, но вы сами понимаете, в США налоги платят, даже если не хотят, ну, не хотят платить, но машина довольно жесткая, и по этой причине, как только происходит эмиссия доллару, цены растут, но растут поступления денег, госбюджет США, больше денег, да, можно тогда немножко там, дать социально защищенным, да, в США, наверное, вы слышали, что в 2020 году, ну, для жителей США, выдавали так званые федеральные чеки, то есть, другое, по 750 долларов, практически раздали, да, это раздали, но в каком варианте? Эти чеки, ими можно было рассчитываться, за налоги, ну, Байден тоже может так посмотреть, а почему я хуже, я буду раздать по тысяче, ну, больше денег, да, деньги обесцениваются, тысяча долларов, уже не та тысяча, но щедро, красиво, в основном, так они и делают, они делают эмиссию, цены растут, больше налогов, а потом такие, знаете, как бы подачки, вот смотрите, я дал, я дал, ну, понятно, народу нравится, типа, вот видите, как хорошо, нам раздают бесплатно деньги, Евросоюзе тоже такое делают, и та же ситуация, обесценивается, цены растут, больше налогов, но в Украине это не сработает, вы знаете, понимаете, у нас, ну, все налоги не платят, в отличие от Евросоюза Украины, а там это работает, выше инфляция, больше поступления в госбюджет. Александр, ну, ведь есть такой момент, что получается, эти деньги просто прокручиваются, вот их напечатали, они прокрутились, а количество материальных благ не стало больше от этого, то есть реальные проблемы в экономике все равно сохраняются. Ну, тогда другая ситуация, благодаря вот этим, вы правильно говорите, что это практически деньги по кругу, еще я говорю, что значит, вот я говорю, будет пример эмиссии 4 триллиона, повторяй, триллиона долларов, это не миллиарды, триллионы, это пустые абсолютно деньги, то есть там товара нет, это таких, что называется, бросили, понятно, что товара меньше, к чему это ведет, ну, прежде всего, действительно выигрывает фондовый рынок США. Ну, большая часть этих денег уходит на фондовый рынок США, акции на американском фондовом рынке взлетают, Волл-стрит довольна. Ну, я говорю, что да, действительно, на сегодняшний момент получается такая немножко циничность. Америка выпускает доллары, обесценивает, ну, грубо говоря, сам доллар, то есть обесценивает доллар, который находится в Украине, то есть, грубо говоря, вот мы, вот у вас есть доллары, они обесцениваются, не потому, вы их видите, они обесцениваются. А Америка на этом зарабатывает. Америка, не Украина. И это действительно, вот эта политика, когда они за счет вот этой эмиссии богатеют, к сожалению, имеет место. Вот в связи со всем вышеизложенным хочется напоследок задать такой сугубо практический вопрос. В чем же нашим гражданам, тех из них, у которых еще остались сбережения, хранить свои сбережения? Ну, теория, есть теория, есть практика, есть теория вероятности. В данной ситуации есть такое нормальное распределение, это 50-50, 50% в долларах, 50% в евро. Почему? Ну, предполагается, что если действительно будет девальвация, доллара, если будет это, еще же, это прогноз, то в этом случае вы выиграете, у вас евро, то есть говоря, евро, вы на евро заработаете. А если не будет девальвация, ну, знаете, прогноз может ошибиться, заработайте на доллары. По этой причине приходится всегда 50-50. То есть вы, грубо говоря, распределяете риски. Потому что на сегодняшнем, в нашем мире, четко сказать, что вот только доллары, только гривна, только юан, нереальна. Запомните, это раз так всегда. Спасибо вам за беседу. Александр Ахрименко, экономист, был в гостях у Международной панорамы. В Соединенных Штатах всю прошлую и начало текущей недели идут приготовления к инаугурации Джо Байдена. Проходят они, надо сказать, отнюдь не в спокойной обстановке. Вот уже на протяжении недели улицы Вашингтона заполнены военными Национальной Гвардией США. Власти ввели их в город, опасаясь, что сторонники Дональда Трампа устроят беспорядки в день инаугурации. Несколько дней назад весь мир облетели кадры военных, спящих на полу в Капитолии. Это стало поводом для множества шуток и карикатур. Пользователи выкладывали фото военных на улицах других стран во время массовых протестов, которые США официально поддержали и акцентировали внимание на двойных стандартах. Шутили также про инаугурацию под дулами автоматов, банановую республику и тому подобные вещи. Аналогию со стороной третьего мира усиливает и то, что в конце прошлой недели силами Нацгвардии США в центре Вашингтона была создана так называемая «зеленая зона». Подразумевается под этим зона безопасности, однако само название и методы действий вызывают аналогию с войной в Ираке. Напомним, после вторжения американских войск в эту страну в 2003 году и взятия ими Багдада в центре иракской столицы вокруг американского посольства была создана «зеленая зона». По ее периметру также стояли блокпосты и оцепления, не пропуская внутрь гражданский транспорт и местных жителей. Но то была война, а в случае с «зеленой зоной» в Вашингтоне нечто подобное происходит прямо в центре американской столицы. На фоне происходящего в рядах американских силовиков царит атмосфера паранойи. Так, 18 января стало известно, что ФБР проводит проверку бойцов национальной гвардии перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена. Как заявил агентству АП командующий сухопутных сил США Райан Маккарти, военнослужащих, задействованных в операции, проверят не по одному разу. В частности, их имена проводят через базы данных и по специальному списку наблюдения, который составляет ФБР. Кроме того, о любых экстремистских высказываниях бойцов нацгвардии сразу сообщается в правоохранительные органы или вышестоящему начальству. Все эти меры нацелены на выявление потенциальных сторонников Трампа среди военных, способных сорвать инаугурацию или повести себя непредсказуемо. Тем временем в преддверии инаугурации стали известны первые 12 шагов Джо Байдена, которые он намерен предпринять на президентском посту. Как сообщает агентство Reuters, первыми решениями Байдена на президентской должности будут возвращение США к выполнению Парижского климатического соглашения, отмена запрета на поездки в некоторые страны с большинством мусульманского населения, продление моратория на выплату по федеральным студенческим кредитам, прекращение выселений и выкупа заложенного имущества, обязательное использование масок для поездок между штатами и ряд других мер. Эти действия будут олицетворять отмену политики проводимой предшественником демократа Дональдом Трампом и не потребуют одобрения Конгресса. Также Байден собирается представить парламентариям предложение по иммиграции, которое позволит получить гражданство 11 миллионам человек без документов. Такое решение должен одобрить Конгресс. Предоставление гражданства 11 миллионам мигрантов нацелено на расширение электората демократической партии и недопущение победы республиканцев на любых последующих выборах. Впрочем, не факт, что это удастся сделать. В целом же, в преддверии инаугурации Байдена обстановка в США остается напряженной. Военные с оружием и зеленая зона в центре американской столицы служат яркой приметой раскола в американском обществе, который после недавних президентских выборов обрел доселе невиданные масштабы. А на этом у меня все. С вами была Международная Панорама на телеканале КРТ и я, ее ведущий Данил Богатырев. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok